Добрый день всем, кто нас сегодня смотрит. Вы на канале Марина Ангелина. И сегодня мы хотим поделиться с вами своим рецептом сливы в собственном соку. Кому интересно, оставайтесь с нами. Нам понадобятся сливы и сахар. Готовить мы будем в 700 граммовых баночках. Сахара нам понадобится 1-2 стакана на баночку. Мы будем готовить 2 баночки, поэтому стакан сахара. Сейчас мы сливы будем складывать в баночки. Складываем плотненько. Каждую сливу мы проткнем обязательно в 3-4 местах. Можно это сделать с пашкой, как мы это делаем, или с зубочисткой. Для чего мы это делаем? Чтобы наши сливы, когда мы их зальем кипятком, не треснули. Сливы лучше брать плотные, не спелые. Зимой можно себя побаловать таким вкусным лакомством. Сливы получаются обалденно вкусными. Да вообще все вкусно, что приготовлено с душой. Плотно-плотно складываем. Почему именно готовлю в таких маленьких баночках, а не в литровых? Потому что хочется просто, чтобы открыл и съел. А не так, чтобы открыли большую баночку, не съели и все это лежит. Хотя, знаете, такие сливы получаются вкусные. Они не залеживаются. Они съедаются быстро, в один миг. Вот так прямо туда. Оп! Все! Теперь мы заливаем кипятком до самого верха. Оп! И вторую баночку также. И сейчас мы закроем крышками. И оставляем на 10-15 минут. Ну, а потом с вами встретимся. Все! Прошло 10 минут. Мы сливаем воду. Сюда добавляем сахар. И ставим теперь на газ. Нам нужно довести до кипения. Довели до кипения наш сироп. И теперь заливаем сливы. Так, заливаем до самого верха. Так, все. И закатываем крышками. Крышки у нас простерилизованы. И все. Теперь закрываем макровым полотенцем или байковым одеялом до полного остывания. Как только остынут, убираем прохладное место. Ну, а зимой себя балуем вкусняшкой. Если вам понравился рецепт, не забывайте поставить пальчик вверх, написать комментарий. А мы с вами увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»